Вы смотрите новости на 6 канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Погибла из-за халатности коммунальщиков. Завершилось расследование обстоятельств гибели 53-летней женщины в Муромском районе. Трагедия случилась в апреле. Женщина упала в незакрытый колодец теплотрассы, получила тяжелые травмы шеи и головы, от которых скончалась на месте. Собственником теплотрассы является муромский филиал Владимир Теплогаза. Обвинение в смерти по неосторожности следователи предъявили мастеру участка Александру Карасеву. К нему неоднократно обращались местные жители с просьбой закрыть колодец, но он не спешил приступать к работе. Впрочем, скорее всего, его не посадят. Теплогаз заплатил родственникам погибшей компенсацию. И сын женщины намерен примириться с обвиняемым. Нужно было предпринять меры к тому, чтобы огородить опасный объект и возвести на нем временное закрытие. Для этого достаточно свежие доски и иные беломатериалы, которые, как подтвердил главный инженер муромского филиала, всегда есть в наличии. Но мастер участка подумал, что зачем тратить материалы, когда заказаны бетонные плиты. Вот когда они придут, я сделаю капитальное закрытие. Но не успели сделать. Поехал успокаивать общественность. В Собинский район отправился директор регионального департамента здравоохранения. Визит Александра Кирюхина связан со скандальными высказанными его зама. На этой неделе Елена Овчинникова, выступая перед врачами и депутатами района, произнесла фразы, оскорбляющие человеческое достоинство. Служебная проверка по этому факту уже проводится. Кроме того, глава областного здравоохранения лично приехала в район, чтобы уладить скандал, который вышел на федеральный уровень. Андрею Бойкову, автору нашумевшего видео, удалось задать Александру Кирюхину волнующий всех вопрос. Останется ли Овчинникова работать в департаменте здравоохранения после того, как она сказала собравшимся в зале, что IQ у нее немножечко повыше. Что вы думаете по поводу высказывания своего заместителя Овчинниковой? Он говорит, я, конечно же, против таких высказываний. Я против, это безусловно, она не должна была так высказываться. И я обязательно ее за это накажу. Вот, это его было высказывание. Потом говорю, ну, он говорит, принял эту информацию, то, что распространили видео, он говорит, это приняло федеральный масштаб. Все об этом сейчас говорят. И, говорит, я, скорее всего, буду принимать крайне резкие такие меры. Получить комментарий от самого главы облздрава нам не удалось. Александр Кирюхин весь день был недоступен даже для пресс-секретаря департамента здравоохранения Андрея Трохина. Он нам заявил, что не знает, где находится его руководитель. Между тем, в прессе появилась информация, что Елена Овчинникова могла написать заявление об уходе в отставку. Другие новости. Обнаружили целый арсенал. Полицейские в Камешково задержали 48-летнего местного жителя. Тот незаконно хранил оружие, гранату, порох и патроны. Причем не только в своем доме, но и в гараже, а также в тайнике в лесном массиве. Первой зацепкой правоохранителей было обычное гладкоствольное охотничье ружье. Его, по версии следствия, продала мужчине-приятельница. Ей, к слову, уже грозит срок за незаконный сбыт. А вот в отношении мужчины возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Его обвиняют не только в незаконном приобретении и хранении оружия, но и в его изготовлении и переделке. Полицейские обнаружили у мужчины целый склад оружия, к тому же еще и самодельного. Каким боевым действием готовился подозреваемый, пока остается неясно. В гараже, принадлежащем фигуранту, были обнаружены и изъяты несколько патронов 9-го калибра и устройства для их изготовления. Кроме того, в тайнике, организованном подозреваемом в лесном массиве и добровольно указанном сотрудникам полиции, были обнаружены и изъяты сигнальный пистолет, конструкция которого изменена под калибр 9 мм, пневматическая винтовка, конструктивно измененная под калибра 5,6 мм, а также граната, патроны и порох. Жизнь нарожает. С 1 июля вступает в силу целый ряд нововведений, причем в разных сферах. Самое ощутимое для каждого из нас касается увеличения оплаты за ресурсы. Теперь нам больше придется платить за электричество, отопление, газ и воду. Что же касается других нововведений, с 1 июля зарплаты и пенсии бюджетникам и пенсионерам будет начисляться на пластиковой карте МИР. Более подробно об изменениях расскажут мои коллеги. С 1 июля повысятся тарифы на все коммунальные услуги. Суммы в платежках в среднем вырастут на 4%. За электричество и отопление мы платим организации Т-Плюс. Ее официальный представитель Дмитрий Лопатин сегодня отказался ответить на вопрос, насколько подорожают свет и тепло с завтрашнего дня. Вообще Дмитрий Лопатин не первый раз отказывается давать комментарий, хотя возглавляет пресс-службу компании Т-Плюс. И по сути это входит в его профессиональные обязанности. За кубометр газа с 1 июля мы будем платить 7 рублей 26 копеек вместо прежних 7 рублей 12 копеек. Холодная вода подорожает на 2 рубля 28 копеек и с завтрашнего дня мы за нее будем платить 26 рублей 49 копеек за 1 кубический метр. Водоотведение, то есть канализация подорожает с 20 рублей 6 копеек до 22 рублей 64 копеек также за 1 кубический метр. Вырастет и минимальный размер оплаты труда, правда всего на 300 рублей. С 1 июля он будет составлять 7800. Увеличением минималки государство пытается бороться с серыми и черными зарплатами, считают эксперты. Это ведет за собой и увеличение страховых взносов и подоходного налога. Если в целом по России, по предварительным расчетам, это будет составлять порядка 2,5 миллиардов. То есть вроде бы увеличение небольшое на 300 рублей для конкретного человека, но по стране это большие деньги. И в общем-то это как одна из возможностей дополнительного наполнения нашего пенсионного фонда и все, что с этим связано. С 1 июля ужесточится ответственность и за нарушение законодательства в области персональных данных. За их обработку без согласия человека придется заплатить штраф от 75 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас он составляет 10 тысяч. Нововведения коснутся также пенсионеров и бюджетников. С 1 июля зарплата и пенсия им будет начисляться на пластиковые карты новой платежной системы «Мир». Правда, это касается только тех, у кого сейчас нет никакой пластиковой карты. Это касается вновь выдаваемых, то есть вновь начисляемых каких-то субсидий, каких-то социальных выплат, тем, кто вновь будет назначаться пенсия. То есть им уже будет выдаваться такая карта. То есть это будет не карта системы «Виза», а карта платежной системы «Мир», которая является российской разработкой. Александр Рынин, Валерия Саенко, Илья Фомин, 6 канал. Хамство на дороге. В сети появилось видео, на котором колонна автомобилей с флагами устроила пробег по центральным улицам Владимира. Ехали автомобили с явными нарушениями правил дорожного движения. Пассажиры, высунувшись из машины по пояс, размахили флагами разных регионов и республик России. Пиком наглости стало поведение водителя «Белой Приоры». Тот просто перекрыл движение, чтобы его товарищи могли беспрепятственно проехать перекресток на Красной. Такая выходка напомнила так называемый парад геленвагенов, который устроили выпускники ФСБ год назад в столице. Разве что автомобили Владимирских мажоров были попроще. По мнению очевидцев, хамским поведением на Студинной горе отличились выпускники Владимирского юридического института УФСИНС. Само учебное заведение эту информацию пока не подтверждает. Видели, видели уже и правильно вы сказали якобы. Потому что пока неизвестно, личности не установлены, номера машины не проверены. Также пресс-служба МВД тоже уже дала заявление о том, что сейчас все материалы, видео направлены в их службу, где будет разбирательство и уже далее будет решено после выяснения всех обстоятельств, кто, чего, как и куда. Пока данный факт неизвестен. Остается загадкой. Золотой фонд города. Благодарности и медали за особые успехи в обучении сегодня получили 169 владимирских выпускников. Торжественная церемония впервые проводилась в Патриаршем саду. О чем мечтают лучшие выпускники города и легко ли было их родителям, расскажет Маргарита Махрова. Екатериной Лариной гордится вся 25-я школа. Девушка не только отличница, но еще и победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады по химии. За отличную учебу в этом году ее наградили персональной стипендией «Надежда земли» Владимирской. А сегодня выпускницы вручают долгожданную медаль. Я скажу, что было легко, было достаточно увлекательно, но я довольна результатом. Меня поддерживала вся семья, и в школе меня вдохновляли, и как-то вот сработало именно на этом вдохновении, на порыве. Родители выпускницы не скрывают эмоций, не верятся, что позади 11 учебных лет и трудные экзамены. Говорят, за дочь очень переживали и не могли дождаться этого дня. Наконец-то все закончилось. Я смотрел на дочь, мне было ее жалко, и я удивлялся ее самоотверженности, как она шла к этой цели. Она молодчинка. Поставила цель, и она сделала. Мы вокруг нее плясали, помогали, как могли. Просто любить надо ребенка, понимать, что ей нужно не только работать, нужно еще отдыхать, нужно правильно организовать ее день, нужно, чтобы обязательно была там горячая еда, доброе слово. Лучших выпускников города сегодня впервые чествуют в Патриаршем саду. От церемонии в душном зале решили отказаться ради живописных видов. Всего в этом году школы города закончили 1538 ребят. Из них 169 с отличием. Педагоги отмечают, что с каждым годом медалистов становится все больше. И такой результат не гонка за показателями. Выпускники сами стремятся к высоким результатам. У нас выпускники, порядка половины выпускников набирали от 80 до 100 баллов по различным предметам. Люди уходят в разные сферы. В область дипломатии, в область экономики, в область юриспруденции, в область журналистики. В учебе, как и в спорте, есть свой медальный зачет. По статистике, больше всего отличников в этом году выпустили 6 учебных заведений города. Успех 36-й школы в этом году даже отметили в управлении образования. Вообще хочется ее отметить, потому что она выиграла в конкурсе на лучшую школу года, выиграла в лучший класс года. У них 100 балльник по физике. Это очень большие успехи. У них олимпиада по физике. Но это не значит, что только 36-я такие молодцы. Здесь и 23-я, и 25-я, и 3-я гимназия. После всех переживаний и радостей сами выпускники готовятся к взятию новых рубежей. Впереди у них снова ответственный выбор. Какую профессию получать в будущем, многие решили еще в начале учебного года. Я планирую связать свою жизнь с иностранными языками. Это будет либо переводчик, либо преподаватель английского языка. Я планирую подать документы в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Почему привлекает небо? Хочется летать. Это перспективно и очень увлекательно посещать новые города, страны каждый день. Совсем скоро медалисты разъедутся по разным городам и продолжат обучение в высших учебных заведениях. Большинство из них нацелены на учебу в Москве и Петербурге. Вернутся ли они в родной город уже в качестве молодых специалистов, покажет время. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, Шестой канал. Форум в разгаре. Участники первой смены территории смыслов приступили к работе. Они не только бьются за финансирование своих проектов, но и встречаются с известными людьми. На форуме уже побывали режиссеры Юлий Гусман и Егор Кончаловский. Насколько полезно ребятам общение с теми, кто уже чего-то добился, выясняла Вадария Саенко. В этом лекториуме обсуждают важную тему, как придумать свой проект и не прогореть. В зале сотни студентов со всей страны. Организаторы уверены, идей у молодых много, а вот как реализовать их знают не все. Наставники решать за них проблемы не будут, а вот направить в нужное русло могут. На первоначальном этапе молодым людям необходимо фокусироваться не на проектах, которые они делают. Потому что многие думают, вот они этим занимаются и они этим будут заниматься всю жизнь. Им важно оттачивать свои навыки. Плюс важно понимать, что какие-то крупные, значимые вещи мы можем делать только в команде. И вот фактор команды, он на первоначальном этапе тоже имеет значение. Поэтому эксперты предлагают создать для каждого проекта команду с кураторами, бизнес-консультантами и наставниками. С выбором идеи готовы помочь. Если она окажется оригинальной, эксперты могут найти ребятам и финансирование до одного миллиона рублей. Мы должны придумать новые форматы компетенции в университете, чтобы после окончания вуза студенты были актуальны на рынке труда. Получается? Ну, мы стараемся. Я думаю, в итоге у нас что-то получится. У команды Кирилла проект для студентов, которым тяжело устроиться на практику до конца учебы. Например, будущим хирургам никто не даст попрактиковаться на больном, пока студент не закончит медицинский вуз. И здесь на помощь приходят новые технологии. У нас была замечательная идея с нашей замечательной командой, называется, честно не помню, в общем, VR-устройство, которое подключается, соответственно, к различным кейсам. И там, получается, студент буквально попадает в практику. Мало того, что он попадает в практику, он еще и имеет возможность коммуницировать с различными студентами. Первая смена территории смыслов для студентов. И на форуме им обязательно расскажут, как выжать все до последней капли из университетского образования. В помощь говорят организаторы студенческие клубы. Их направленность может быть разная от научного до карьерного. На примере выпускников, да, как это можно сделать за неделю, реально. То есть ты берешь по факту все, что тебе нужно, у тебя уже есть в университете. Если ты говоришь про карьерный клуб, берешь выпускников, которые из своего вуза, как их достать в центр карьеры, идешь один день, договариваешься с ними, звонишь, и они приходят. Только за один день студенты могут пообщаться с экспертами на темы образования, бизнеса и успеха в медиа. Последняя тема не случайна, поскольку первая смена форума в том числе и для работников студенческих СМИ. Сегодня у них будет возможность пообщаться с Тиной Канделаки, успешность которой, правда, сильно пошатнулась после серии скандалов на канале, который она возглавляет. Валерия Саенко, Арсен Горчаков, Шестой канал. В предвкушении праздников, в ближайшие выходные, как мы уже рассказывали, у Владимира будет отмечать День молодежи и Сабантуй. А уже через неделю в нашем регионе пройдут большие праздники, посвященные Дню Святых Благоверных Петра Ферроне Муромских. А сразу после 16 июля Вишневый спас. Огромное количество интересных мероприятий пройдет во Владимире. Подробнее о них мы поговорим с начальником городского управления культуры и туризма Алиной Ведеихиной. Сегодня она, гость судьи Шестого канала. Алина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, для начала о 8 июля. Что будет во Владимире? Муромскую программу мы знаем, она всегда обширна, с массой гостей. Как у Владимира будет отмечать День семьи, любви и верности? Будем отмечать огромным количеством разного рода мероприятий, как в парках, так и на центральных площадях нашего города. Однако самое долгожданное, и вот уже второй год обязательно мы проведем это действие, это будет торжественная регистрация брака в Патриаршем саду. Мы все с вами знаем, что запись акта гражданского состояния, бракосочетание, так называемое, это юридическая процедура, поэтому она должна проводиться исключительно в органе уполномоченном, в нашем случае это ЗАГС, естественно, но вот раз в год ради такого великого праздника семейного позволено провести выездную регистрацию, именно не театрализованное действие, а по всем законам Российской Федерации в Патриаршем саду. Вас я спрошу про Вишневый спас, который пройдет у нас 16 июля. Это тоже новый для Владимира праздник, но тоже очень интересный и масштабный. Расскажите, как в этом году он будет проходить? Ну что ж, новый он весьма относительно. Относительно. Смотря с чем сравнивать. Шестой год. В прошлом году юбилей отметили нашего Вишневого спаса в Патриаршем саду, который традиционно венчает с собой макушку лета. В этом году в шестой раз. За это время, естественно, определились определенные тематические зоны, определились площадки праздника, непременно гастрономическая, непременно интерактивная, детская, театрализованная. Непременно огромное количество хендмейда, которого становится год от года все больше и больше. Самое главное, что все изделия с вишневой тематики, они пронизаны духом и душой. Духом вишневой вот этой всей истории, а душой того мастера, который их воплощает. Так, например, вот мне необычайно сегодня приятно гостеприимному шестому каналу, который всегда с такой теплотой и самой главной объективностью освещает все мероприятия, и преподнести вот такую вот тарелочку с вишней, зрелой, спелой и такой же прекрасной вишней. Пожалуйста. Спасибо, Алина Алексеевна. Тарелочка обязательно пополнит нашу коллекцию подарков и наград. Спасибо. Замечательно. Так вот, и самое главное, что мне хотелось бы сказать, что наше новое арт-пространство, музей Владимирской вишни, наша гордость на нынешний момент, ибо когда мы шесть лет назад начинали наш ренессанс-проект Владимирская вишня, кроме осознания того, что вишня наша все в 19 веке, вот этого лозунга, мы, пожалуй, имели только лишь горячее желание и поддержку, естественно, городского руководства. Так вот, Андрей Станиславович с теплотой тогда отнесся к нашему вот этому проекту, и мы получили в итоге различные акции. Затем это переросло в мероприятие областного, регионального, всероссийского, а теперь международного масштаба. Я говорю о фестивале детских семейных фильмов «Владимирская вишня». А теперь мы получили еще и объект, где перечислены все вехи становления данного ренессанс-проекта, ну и некого бренда нашего города. Вот вы проанонсировали то, что будет очень много ремесленников, а скажите, блюда из вишни наверняка ведь тоже будут предлагать, дебюстировать, покупать нашим гостям и жителям города. Это один из сюрпризов, которые мы готовим. Несколько лет назад у нас была стимулирующая акция по средствам питания города Владимира. Это кафе, рестораны, блюда из Владимирской вишни. Тогда мы составили даже карту, где можно было посмотреть. В этом году эта карта приобретет большие масштабы. Даже, так скажем, она станет постоянной, действующей и масштабной. И обязательно будут представлены, как на праздники, все эти рестораны и кафе, и можно будет продегустировать прямо там. То, что они придумали. Обязательно. Обязательно. Это не только снять. Это и напитки, и соусы, и выпечка, и уйма всяких вкусностей. Алина Алексеевна, прежде чем я с вами попрощаюсь, расскажите, ведь это еще не все. Наверняка до конца лета вы придумали еще массу всего интересного для того, чтобы привлечь туристов, и чтобы Владимирцам было интересно выходные гулять по нашему городу. Даже не только выходные. Мы почему-то очень полюбили день в среду, в который у нас происходит и танцы на Соборной исторического клуба, и происходит на Спасском холме бабушки на сказке, деткам читают. Мы очень любим выходные. Мы везде танцуем. И в рамках фитнес-лета для всех. И в рамках фестиваля «Жизнь в ритме танца». Также в июле у нас на Соборной площади мы делаем упорное образование. Так все желающие совершенно бесплатно смогут посетить открытые уроки испанского языка, школу оратора, поэтические вечера, мастер-классы. Обязательно зазвучит гитара. Будут вот такие небольшие локальные камерные посиделки с великолепной гитарной музыкой. В общем, нужно каждую неделю обязательно отслеживать все события на вашем сайте, чтобы ничего интересного не упустить. Именно так. И мы этому только рады. Спасибо большое. И я напомню, только что мы беседовали с Алиной Ведехиной, начальником городского управления культуры и туризма. Отметить праздник топора и русской гармонии, погулять на татарском Сабанту и отправиться в прошлое с помощью исторической реконструкции. В эти выходные владимирцев и гостей города ждет насыщенная праздничная программа. О самых ярких событиях в ближайших двух дней расскажут мои коллеги. Приглашают на Сабанту и 1 июля во Владимире 18-й раз отметят традиционный татарский и башкирский праздник. Он пройдет на территории стадиона в Загородном парке. Гостей ждут народные игры и забавы, спортивные соревнования среди национальных диаспор региона, угощения и концерт с участием заслуженных артистов Республики Татарстан. Впервые на празднике устроят оригинальный флешмоб и конное шоу. Начало Сабантуя в полдень. Молодых и активных ждут в эту субботу на городском пляже. Там отметят День молодежи со спортивным уклоном. В 14.00 стартует турнир по пляжному футболу. А в течение дня будет работать фитнес-зона, мастер-классы по игре в «Алтимат фризби» и «Лапту». Не обойдется также без урока латиноамериканских танцев и волейбольных игр. В 6 вечера ожидаются тренировки по смешанным единоборствам, кроссфиту и русскому жиму от ведущих спортсменов города и области. Необычные праздники в эти выходные пройдут и в других городах области. На День топора в Сузгли в третий раз соберутся мастера-плотники из разных регионов Центральной России. В субботу на торговой площади города они продемонстрируют свое искусство и поделятся профессиональными секретами со всеми желающими. Гостей праздника также ждут и народные игры и забавы, ярмарка ремесел и дегустация каши из топора, о которой до этого мы слышали только в сказках. Любители исторической реконструкции в субботу отправятся в Гороховец. Там с 10 утра пройдет традиционный фестиваль «Бережец». Своё название он получил в честь древней крепости, которая когда-то находилась в тех местах. На берегу в районе Наплывного моста все желающие смогут посмотреть на фехтовальные и лучные турниры и реконструкции боя народного ополчения против интервентов из эпохи смутного времени. На ярмарке будут продавать необычные сувениры из дерева, кожи и металла. Маленьких гостей фестиваля развлекут народными играми. Завершится праздник концертом фольклорных коллективов. Парк культуры и отдыха «Дружба» в воскресенье приглашает владимирцев и гостей города на традиционный фольклорный праздник русской гармонии и частушки «Звучи гармонь народная». Каждый год праздник проходит по-особенному, но главной героиней остается любимый народный инструмент «Гармонь». Для гостей будет работать уголок умельцев с ярмаркой изделий и ручной работы. Для юных музыкантов проведут мастер-класс по игре на ложках с сопровождением баяна и гармонии. А в фотозоне наличники можно будет сделать оригинальные фотоснимки своих близких и друзей. Начало в 11.30. И это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют пасмурную погоду, возможно, небольшие осадки и грозы. Столбики термометров покажут 20-23 градуса со знаком «плюс». Посредние метеоролога в завтра в областном центре будет малооблачно временами дожди с грозами. Температура воздуха до 22 градусов по Цельсию со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха составит 42%.